Довольно спорно, Нобель, да? Давай сегодня с тобой в самолёте, когда будем отправляться в Москву, на сей счёт поразмышляем. Здесь мы отмечаем тот факт, что Дмитрий Камбаров стал виновником. Мы тщательно разбирали, хотя вот он последний в кадре из спартакцев. Там всё-таки Ромал, как держал Баштуша. Баштуш третий гол в сезоне забивает. Все три гола оказались победными. Представь себе. Вот статистику человека. Это гол второй, который организовал полосы, сделав замечательную подачу в штрафной и далее. Нобель, твоя заметка, да? Твоё замечание, когда мы смотрели повторы. Здесь тоже виноват не Камбаров, а Глушаков, который отпустил Нобоа. И Камбаров вынужден был уже зону сужать и от своего крайнего форварда перемещаться к, собственно, Нобоа. Здесь выручил Ромало, собственно, свою команду. Великолепно штрафной пробил экваторский хорбек и просто в стенке сыграл замечательно головой Ромало. Видел, какой экваторский фристайл? Вот Нобоа, какие-то невероятные мячи он доставал, как и Ребров, который достал тяжелейший мяч после удара Бухарова. Очень здорово сегодня. Знаешь, вот когда говорят о заменах, о том, как тренер, собственно, угадал с этими заменами, есть варианты безотказные, да, когда ты точно знаешь, что этот выйдет против того. Но сегодня несколько неординарными получились эти замены. Это были замены, которые действительно влияли на игру. Ещё один момент, когда Ростов забил третий мяч, но его не засчитали из-за нарушения правил. Рукой сыграл Александр Бухаров в первой фазе этой атаки. Сергей Лапочкин в центре кадра. Тяжелейшая игра ему сегодня досталась. И в целом, наверное, именно он с ней справился. Ну и справился с этой игрой Курбан Бикич-Бердыев. Как и Баштуш, как и Макелевис, у которого с Баштушем какое-то своё особое приветствие или отмечание побед. Симпатичная команда. Команда, за которую хочется болеть, если ты не являешься, не знаю, болельщиком конкурента Ростова, что ли. Потому что это всегда поддержка футбола как такового. Ну и как радуется этому успеху. Ну и Курбан Бердыев. Очень символичное его празднование этой победы, чем напоминающий знаменитый уже кадр с Кампноу, когда Рубин обыграл Барселону. На этом всё, дорогие друзья. Это была прямая трансляция на канале Матч ТВ и также на канале Наш Футбол. Для вас игру комментировали Роман Нагучев, Нобеля Рустамян и Дмитрий Шнякин. Всего хорошего. До скорых встреч на матчах чемпионат России по футболу. Счастливо.